Как вы оцениваете своё финансовое состояние? Прекрасно! Мне хватит денег до конца жизни, если, конечно, я не захочу что-нибудь купить. Подписываемся и слушаем дальше. Когда выпиваешь, чтобы женщина выглядела привлекательнее, главное – не доводить её красоту до сногсшибательного уровня. Ну что, обещали же французам помочь с восстановлением Нотр-Дама. Что помешало? Так это... Таджикам визы не дают. Первый день после празднования Нового года. Телефонный звонок. Дед Петруха встаёт, идёт и барбочит. Ну кто звонит в 16 часов ночи? Что происходит? В номере радиатор греет, чайник свистит, радио и телевизор орут, свет всю ночь курит, спать невозможно. Всё правильно. У вас же путёвки так и написано. Всё включено. По сложившейся традиции, сборная России по футболу и на этот раз приведёт в чемпионат мира только магнитики на холодильник. А не птика? Мартёна Мартыновна, вы же интеллигентная женщина и ударили нашего сотрудника утюгом. Какая же это самооборона? Не случилось, знаете ли, веера под рукой. Оливчика! Нашёл, где растёт валерьяна, выкопал, помыл, посушил и повесил на забор к соседу, у которого шавка тупая и лает постоянно без причины. Теперь все коты с округи как зомби идут к забору, а шавка надрывается. Теперь у меня зрелище. Жду, когда охрипнет или пристрелит хозяин. Всё-таки жизнь из окна Мерседеса выглядит совсем по-другому, чем из окна Запорожца. Да, действительно, стекло у Мерседеса получше. Гражданин Петров, который обещал своей невесте жениться на ней, как только выиграет русское лото, на всякий случай перестал покупать билеты. А кто, а кто это здесь? Моей свекрухе недавно исполнилось 130 лет. Не ври, люди так долго не живут. А при чём здесь люди? Подписываемся, кликаем на колокольчик. Продолжение следует...